Валерий Курасов 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 такое именно явление, чтобы мы не имели таких неприятелей в сердце своем, наших врагов внутренних. А потому что если мы строим против них козни, если мы хотим ответить злом на зло, то мы уже побеждены. У нас мир душевный уходит. Сказано, и быть в мире место его, его благодати Божией. А если мы внутри враждуем, то уже нет благодати Божией в душе и нет спасения. Вот к чему призывает нас Господь. И поэтому сегодняшний Евангелие запомним как аксиому, запомним, что никогда нельзя этого делать. Строить какие-то козни, планы, иметь внутренних врагов, так они вовсе не враги, те, о которых мы так думаем. Господь дает таких людей, чтобы мы увидели свои немощи. Ведь святые сами молились и искали, даже деньги давали своим помощникам, чтобы на него нападали, его оскорбляли, и он тогда увидел бы свои немощи. Вот, оказывается, я какой. И поэтому Господь дает таких людей, и мы должны это принимать как из рук Божьих. За все благодаря Господа, не воздавая злом за злом. И тогда, если очистим свое сердце, если не будет таких у нас неприятелей в нашей душе, душа будет чистая, свободная, и только тогда будет она святая. Вот такой и была Русь святой, что предки наши стремились к этому. И сегодня, прославляя память святых, которых перечислили на отпусте, как святые мученики Киприан и Устина, они победили не только людей, которые строили козни, но самих демонов. А нам на седание, силою, честно уже творящего креста Христова, и верой нашей побеждать врага, так же сегодня нам образец в том, как сохранить нашу душу, мир душевный, дает и Андрей Христа ради уродивый, на непрославляемый. Андрей Христа ради уродивый прославляется на второй день после покрова. Именно он видел это чудо покрова Божьей Матери. Он видел, не как мы видим только людей, он видел и души человеческие, кто как молится. А сегодня прославляется еще и преподобный Федор, воин Ушаков, который не имел ни одного поражения. Он жил в 18-м, начале 19-го века, представился ни одного поражения. Вот это сила Духа. Это тоже для нас образец. Для всех воинов, для всех предпринимателей, для всех нас. Сегодня еще вспоминается и также святая благоверная, великая княгини Анна Кашинская. Вот таких святых сегодня предлагает нам святая церковь для подражания. А нам сегодня, братья и сестры, святая церковь предлагает для подражания. Уже не святых, о которых мы говорим Третьего, четвертого, восемнадцатого, девятнадцатого века, а нашего, митрополита Вениамина, Оренбургского, основателя вашей обители, Господь тоже его предлагает сегодня нам для подражания в жизни своей. Сегодня он собрал всех нас. Мы с Оренбургской земли приехали. Я с своим сопровождающим секретарем и настоятель собора, отец Алексий, из Рязанской земли наместник приехал почтить его память в день сорока дней. Действительно, воспоминая святых, будем воспоминать всегда и владыку Вениамина. Действительно, святой человек. Я могу сегодня с этого амбона сказать вам, братья и сестры. Он восемь лет служил на Оренбургской кафедре. Там три епархии. И вот мы с владыкой Вениамином были как братья. Особо теплые отношения. И не только с архипастырями, но и с пастырями так же. Вот поэтому приехал отец настоятель, отец Алексий. Приятно было видеть, как он, как сын родной, служил владыке Вениамину. Он за трапезой какой-то никогда не миновал сказать о своем любимом сослужителе, отце Алексии, так? Давал ему слово. Даже до нас, до архиереев еще. Отец Алексий, дорогой. Вот я благодарю отец Алексий за такое отношение к этому святому человеку. А благодарю Господа Бога, что он даровал и нам, и архипастырами, и пастырем на Оренбургской земле быть верными помощниками дорогого для вас человека, митрополита Вениамина. Действительно, мы его любили. Кто как мог помогали, никаких козней не строили ему. Ему было там хорошо. Ему было там легко. Он так возлюбил поэту Оренбургскую землю, и мы возлюбили его. Это действительно так. Он, как яркая свеча, проявил себя там, на Оренбургской земле. И мы, конечно, сильно печалились, когда он заболел. В течение двух с лишним лет болезнь какая-то вот была на нем. Ну, как могли, мы помогали. Молили всей митрополии заболевшего митрополита. Но знаем, что Господь дает болезни каждому человеку для очищения. Господь ведь знал, для него нет будущего, что ему надлежит лечь в храме Божьем. А никакая скверна не может войти в храм Божий, как в обители небесные. И поэтому даже мельчайшие грехи, что обрастились, он даровал ему такой подвиг, такое искушение, такую верим и надеемся, что как человек естественно имел недостатки, каждый человек, нет человека без греха, и через эту болезнь продолжительную он очистился, он осветился. И конечно теперь мы все надеемся, что настанет когда-то время, когда его так же, как и преподаванного Пимена Угричского, которого он потрудился, чтобы канонизовали, и его так же канонизуют, и он возляжет здесь же в этом храме в своих нетленных мощах, Оренбургская земля будет иметь частицу святых мощей святителя Вениамина Оренбургского. Ну конечно мы до этого, но доживем или нет, не будем уже мы загадывать, но надеемся, что это так. Во всяком случае это видно, что это так, что святой человек возлег здесь у вас. И как все такие святые люди перед концом они говорили приходите мне на могилку и говорите о своих нужных печалях, я буду слышать вас так же, как и живых слышал. И вы так же братья и сестры Николу Уржского монстря и не только его чадо со всей нашей Русской Православной Церкви Саренбургской Саразанской земли так же будем приезжать так же будем просить его помощи заступничества потому что мы сегодня обрели нового молитвенника в жизни вечной мы сегодня все не только я благодарим что Господь даровал такого человека святого с которым мы вместе трудились и который отошел вечную жизнь и сегодня 40 дней уже Господь определяет ему место до страшного суда и мы имеем такого верного друга и помощника уже не на земле а на небе за что благодарим Господа Бога и всегда будем молиться чтобы Господь даровал ему Царство Божие и вечный покой а его молитвами и нам помощь необходимую для нашего земного странствования Аминь Субтитры Продолжение следует... 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 Продолжение следует...